Всех приветствую! Сегодня у нас небольшая посылочка с эспандерами для замеров от Александра из Нижнего Аркеста. Сейчас покажу, что у нас в посылке. Я думаю, там как-то видео будет названо, вы так это поймете уже. Там, если не ошибаюсь, у нас эспандеры Кэптонсов Краш и вроде бы Торнео. Так. Значит, смотрим. Да, это у нас Торнео 65 килограмм заявленный. Это нового образца. Сразу видно, что ручки здесь 18-е. Значит, потом померим расстояние и посмотрим, насколько он затянет. Так, значит, такие побитые временем эспандеры Кэптонсов Краш. Видно, что с ними либо тренируются, либо когда-то тренировались раньше, а потом они долгое время лежали без дела, потому что пружина не смазана. Вот. Но накатка, ну насколько она сохранилась еще старого образца, как сказал Александр, 2013 год. Значит, также у нас тут есть 2,5. В принципе, все аналогично. Где-то ржавчина на пружине имеется. То есть штамп нежирный, пробивка нежирная на торцах. Но накатка довольно-таки острая, несмотря на то, что она уже побита временем. Так, и тройка. Такая вот тройка. Все то же самое. Значит, ну такая же хорошая накатка. Видно, что эспандеры из одного родиного периода, скажем так. Так, ну давайте. Я думаю, каких-то поражатий не потребуется. Померяем расстояние. Троечка. 70,5 мм. Двоечка у нас. 71,5 мм. Такие средние значения. И двоечка с половиной. Думаю, тоже где-то в районе 71 мм, наверное, будет. Нет, побольше. Побольше. 72,3 мм. Так, ну и вот давайте посмотрим усилия их. Насколько они будут соответствовать, скажем так, более классическим. То есть давайте вот перед замерами не то, что предположу, а озвучу. То есть если у нас двойка, это где-то 48-49 кг. Там двойка с половиной, 58-59 кг. И тройка где-то там в районе 67-68 кг. То есть насколько приближены будут результаты замеров этих эспандеров к этим цифрам. То есть, как правило, в те времена это были где-то такие показатели. Конечно, всегда были исключения. Но то, что сейчас, сами знаете, либо какие-то очень легкие экземпляры, либо безумно жесткие. То есть, кстати, вот еще покажу, как выглядела вклейка пружин раньше. То есть, понятно, еще раз повторюсь, были исключения. Бывали перекосы. Но это было чем-то таким, скажем, даже необычным. То есть, когда мне, помню, попалась первая двойка с половиной, у которой ручка была ниже наклеена. Я даже был как-то, ну не то чтобы удивлен или расстроен, даже с одной стороны, думаю, ну ничего себе, типа интересно, тут потяжелее, тут легче закрывать. Всегда, как правило, я не знаю, ну в 90% от 95% случаев эспандеры были с пружинами равномерно вклеенными. Пожалуйста, тройка глубоко, но равномерно глубоко. Двойка с половиной, также равномерно. Сейчас, ну, наверное, на четырех из пяти эспандеров пружины вклеены криво. То есть, я уже молчу про накатку, пружины кривые. Поэтому все, цифры непредполагаемые, а те, которые, как правило, были в то время, я озвучил. И сейчас будем смотреть, попадут, ну совпадут они в результате замеров этих эспандеров с ними или нет. Все, переходим к замерам. Начинаем замеры с двойки. Значит, немножко все-таки я капнул смазки для того, чтобы результаты были наиболее обеспечивленными. Так как пружины находятся, скажем так, в плачевном состоянии. Вот, и однозначно из-за большого трения показали бы более высокие килограммы. Пятьдесят и семьдесятых килограмм. Пережатия нет. Пятьдесят и семь. Загасал где-то до сорок-вось-49. Но этот пожестче, это двоечка. Значит, ну, в принципе, тут и расстояние, такое, чуть, скажем, ну не то, что не свойственное для двоек, но чуть больше среднего. То есть, двойки тоже, не скажу, что широкие установки были. Где-то до семидесяти сейчас встречались миллиметров. Здесь же у нас еще раз вот померяем. Ну, семьдесят с небольшим. В принципе, средний. Только вот. Такой вот эспандер. Пятьдесят один практически килограмм. РГЦ. Ну, видите, все равно остается. Вроде пропал. Вот скрип. Я смазал, но, скажем так, чтобы полностью трение убрать, надо его прожимать. Пружину вымывать, поэтому тогда, возможно, он станет еще немножко полегче. Вот. Так, ну, переходим к 2,5. Так, ну, давайте, видео все равно будет, как бы, не длинный эспандеров немного. Поэтому вот сейчас делаем замер 2,5 на примере, скажем так, двойки с половиной. Посмотрим, какое будет усилие у пружины. Вот у ее в таком состоянии. Опять же, можно будет понять, насколько влияет уход за пружиной, либо его отсутствие. Ну, на килограммы. То есть, либо вы будете заниматься чем-то более тяжелым и необъективным. 58,5, то есть, ну, как я сказал, 58-59 килограмм, среднее 2,5, да? Но 58,5, это у нас пружина не смазана. Поэтому сейчас, буквально, немножечко наносим между трех-двух соприкасающихся витков. Снимаем. Понятно, сейчас, ну, еще раз повторюсь, пружинку промывать, там, прочищать, удалять ржавчину. Прям совсем все было четко. Ну, даже вот такое нехитрое действие, посмотрим, изменит ли усилие. 57,5 килограмм, то есть, вот, тает килограмм, то есть, после, грубо говоря, одного закрытия и всего лишь капельки силиконовой смазки на такую сухую, местами там, с элементами ржавчины, возможно, там, магнезий, там, и всего остального пружина. Вот, 57,5 килограмм. Ну, покажу поближе. Пережатия нету, ручки друг над другом, вклеены равномерно, как, в принципе, у двойки, ну, это уже по самой пружине было видно. Ну, такая, то есть, получается... Средняя, ну, даже, наверное, чуть ниже средней, да, чуть ниже средней, двойка с половиной. Так, еще раз. Расстояние. Ну, это не 62, не 63 килограмма РГЦ, естественно. Расстояние 72, но расстояние такое не... Маленькое. Ну, вот, видите, да, пружина, в принципе. Естественно, там, между витками есть элемент ржавчины. Ну, даже, может быть, посчастливится его сейчас закрыть. Давайте попробуем. Ну, да, закрыл. Без магнезии, без разминки, 57 килограмм, 72 миллиметра. 2,5, 2,5, 2. Замерены, кстати, вот посадка пружины, в принципе, у них тоже практически идентичная по глубине. Так, переходим к тройке. Так, ну, давайте с тройкой, ну, тоже такой же. Небольшой эксперимент проведем. Сначала замеряем, как есть. Вот так вот. А потом уже немного добавим силиконовой смазки. Так, ну, как я и сказал, да, где-то 67, 68. Старые тройки были в основном. Скажем так, чаще встречающиеся. 68,3. 67, 68, 68, и 3. 68, и 3, но, так, сколько я помню, да, мерили тройка не широкая. Запомнили цифру 68, и 3. И добавляем силиконы между витков. Еще раз говорю, в идеале-то надо вымывать пружину, если более глубокая ржавчина, вычищать, высушивать. Соответственно, потом наносить силикон, может быть, даже попрожимать его, подержать под нагрузочкой. Потому что, ну, честно, не знаю, когда после разжимался эспандер, может быть, может быть, он сжимался, может быть, не так много раз. Может быть, здесь еще не окончательное усилие у него. Хотя падение, вроде бы, минимальное, как для прожатого эспандера, свойственное. Но это я рассказываю то, как добиться максимально активных результатов. Так, и вот сразу делаем, скажем так, второй замер. Посмотрим, даст ли что-то силикон у нас на тройке. Так, а на тройке у нас никаких изменений не произошло. Также 68,3. Поэтому, ну, может быть, там меньше было каких-то вкраплений ржавчины. Вот, ну, она и в целом, кстати, пружинка немножко, как бы, почище, кажется, на тройке. Поэтому вот в данном случае 68,3 изменений не произошло. Но, повторюсь, могут произойти, если сделать выше мной описанные процедуры, скажем так. Ну, такая вот средняя тройка, 68 килограмм. То есть, в принципе, я уже ни в одном видео показывал. Моя, то есть, первая тройка, она примерно такая же. Единец по расстоянию, где-то 73 миллиметра. Вот, из 2011 года. Здесь, нет, здесь узкая тройка. Здесь меньше 70. Вот, но 68 килограмм. Моя также на 68 РГЦ. Здесь 68,3. Но, повторюсь, может упасть со временем. Не со временем, а после того, если ее провести, скажем так, в нормальное состояние. Вот. Закрыть ее. С установки можно даже без разминки. Так, все. Кэптенсов краш и спандеры замерили. В принципе, какой можно сделать вывод, что вот я предположил усилия. Ну, приблизительно они, то есть, тройка вообще совпала. Двоечка, да, получилась где-то на полтора килограммчика тяжелее средних значений тех времен. Ну, двойка с половиной немножечко легче. Где-то там на полкилограмма, на килограмм. Ну, а в целом, пружины в клейме равномерно. На примерно одинаковую глубину. Накатка отличная даже, несмотря на то, что, скажем так, время ее подушатало. Хорошие были и спандеры, не то, что сейчас. Так, ну и остается у нас черный торнео. Замерим его. Ну, не знаю, предположительно вот он. Такой, мне кажется, он будет, возможно, даже за 54 килограмма. Посмотрим. Может быть, сейчас так обманчивое ощущение. Ну, как-то вот он, мне кажется, чуть жестче, чем обычный торнео. Ну, расстояние здесь до 72 почти что. Не знаю, прожат ли или нет. Замерим вот таким, в таком состоянии, в ком он есть. Вроде как бы по ручкам с ним иногда тренируются. Так, ну и переходим к черному торнео. Предположилось, что будет он пожестче средних экземпляров. Ну, сейчас посмотрим. Параллельно тренируюсь. Еще немножко руку подмагнезил. Смотря, сколько он будет килограмм, попробую его закрыть. Ну, торнео, так, сейчас по памяти 51-54 в основном. Это такие усилия. Посмотрим, сколько это у нас будет. 56,2, ну да. Как бы пожестче средних. Максимально плотно подвел. Так, ну, так, сейчас вот так вот покажу, что приезжать ее здесь нет. Очень плохо подвел. Вот. Листочек проходит. 56,2 килограмма. Ну, то есть он практически, ну, где-то чуть больше, чем на килограмм, легче двойки с половиной, которую замерили. Плюс по расстоянию примерно такой же, плюс ручки у него 18-й, плюс относительно скользкие. Поэтому закрывать его будет, возможно, даже сложнее, чем двойку с половиной. Так, ну, я вроде как бы так уже немножко с пандерами поработал сейчас. Давайте посмотрим, получится или нет. Ну, не, заходит нормально. Думаю, честно говоря, что будет сложнее, но он размялся, поэтому как бы особых проблем он не доставляет. Ну, собственно говоря, все. Четыре спандера замерены, усилия ясны, что к чему. На этом видео заканчиваю. Так, ну, наверное, давайте немножечко отдохну, попробую еще двоечку с половиной закрыть, уже размятый. Скажем так, старый образца с нормальной накаткой. Посмотрим, сколько разойдет. Вот. Сейчас, буквально через секунду, увидимся еще раз. Так, ну, вот у нас двойка с половиной. Вот они в сравнении с черным торнео. Одинаковое расстояние. Ну, здесь тоньше ручки, да, но это тяжелее на, ну, где-то, получается, кило двести, там, в среднем. Ну, пусть полтора килограмма. Посмотрим, насколько тяжело или легко будет мне ее закрывать. Ну, как бы, вот, двойка с половиной, конечно, закрывается, но идет тяжелее. Не знаю, четвертый был или нет. Ну, вот, даже, давайте ради интереса тут же беру торнео. А, нет, уже все, торнео уже не идет. В общем, короче. Четыре раза. Нет, все, четыре раза. Ну, сложно сказать. Вот, вроде бы, тонкие ручки, но такое ощущение, что захватывать было удобнее сейчас, вот прямо вот в этом моменте. Еще раз. 2,5. Старые партии. Хорошая накатка. Черный торнео. Все, теперь уже видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok Корректор субтитров. Продолжение следует...